Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Сан Саныч Богомолов. И на моем канале сейчас проходит очень жесткий эксперимент выживания. Я пытаюсь прожить неделю на 100 рублей. Это уже третья часть. Ребят, только от вашей активности зависит, сколько я продержусь. Может быть, это будет неделя, 10 дней, 2 недели. А может быть, я и месяц смогу прожить на 100 рублей с вас. Лайк, подписка, комментарий. Ну что, ребят, приятного просмотра. Четвертый, пятый день выживания. Погнали! Ну что, друзья, наступило утро четвертого дня. На завтрак у меня будет манная каша. Вот все остатки я сварю. У меня вчера стрим проходил. Я так есть на стриме захотел, потому что вы писали про еду. Я просто не выдержал. Яблоко съел на стриме. Из этого яблочка сейчас типа компотика сварим. У нас еще что-то оставалось. А, точно, салат наш оставался. Яблоко-морковка. Оп. Так, это будет наш импровизированный типа компотика. Здесь манка варится. Смотрите, как разварилась. Офигеть, она как разваривается. В прошлый раз я взял одну столовую ложку. Сейчас осталось где-то две столовых ложки. Но она разварилась топово. Остались эти яблоки. Ай. Е-мое, она такая густая получилась. Сюда бы орехов. Берем еще манную кашу на развес. Манная крупа варится здесь 15 минут. Че? В зависимости от размера крупинок. Объем после варки любой пшеничной. А, крупы. А, любой. В 4-5 раза. Компот не какущий. Просто вода с запахом яблока. Едем на рынок. Покупаем кости. Они за килограмм рублей 5-10. А иногда и бесплатно их отдают. Им выгоднее отдать эти кости, чем потом вывозить. Так, друзья, не переключайтесь. Встретимся с вами на рынке. Если получится там съемку произвести. Либо овашане уже. Вот, короче, ребят, кости. По 5 рублей. Берем, знаете, сколько? 2 килограмма. 46 рублей у нас осталось со всех закупок. Минус я лук покупал за рубль. 45. И минус кости. 2 килограмма за 10 рублей купил. 35 рублей у нас осталось, друзья. Не густо, конечно, не густо. Что на 35 рублей мы возьмем? Гречка. 5 рублей за 100 грамм. Дороговато, конечно. Но что поделаешь. Лучше покупать не на развес. 4 рубля 51 копейка. Смотрите, спагетти. 458 за 100 грамм. Спагетти. Первый сорт. На 4 рубля 30 копеек. Знаете, друзья, я подумал взять перловочки. Она самая дешевая. 2,75 за 100 грамм. Прям 100 грамм возьмем перловки. Так, 4,28. Больше 150 грамм. Ну, нормально. Это полезная каша. Очень питательная. Калькуляция. 21,92 у нас осталось. У нас овсянка закончилась и манная крупа. Давайте и то, и то возьмем. По чуть-чуть, по 50 грамм. 2,73, 86 грамм. Нормально. А, нет, 2,79. 2 рубля 6 копеек. Геркулес. Так, муки немного возьмем. А, ровно 2... А, нет, не 200 грамм. 204 грамма на 4,98. Мука по 24 рубля за килограмм. Минус 4,98. Итого 11,55 у нас осталось. Нам еще лук надо взять. Как чебуреками вкусно пахнет. Может, там дегустация какая-нибудь есть. Пойдемте посмотрим. Жрать очень хочется. Мне просто нереально. Вон вывеска, ребят. Вон вывеска. Колбасу дают. Попробовать. Здравствуйте. Продукция Псковской области. Город Великие Луки. Пробуйте. Есть вареные колбасы с жиром. Без жира. Какие? Вот это без жира, да? Это без жира. Это у нас идет докторская. Идет от низкокалорийный геотический продукт. Свинина высшего качества. Свинина постная. Говядина высшего качества. Молоко, яйцо и мускатный орех. Полукилограммовый батон вареной колбасы. Косиски приготовлены по ГОСТу. Свинина, говядина, молоко, яйцо. Черный душистый перец и мускатный орех. Сардельки свиные. Вареные копченые сардельки. Свинина шпит, черный перец и кориандр. Полукопченая краковская. Вся продукция готовится из охлажденного мяса. Копчение натуральное на буковой стружке. Сардельки и краковские. Вот это самое вкусное. Я еще подумаю, похожу. Но вот это самое вкусное. Полуколограммовые батоны все имеются в продаже. То, что вы продовали, все есть. Спасибо, хорошего дня вам. Спасибо, удачных попробований. Хоть немного перехватил, ребят. А то в обморок уже падал. Мясо не пробовал. Четыре дня без мяса мне что-то тяжело. Но мы сегодня купили с вами кости. Дам на них немножко мяса есть. Сегодня сварим бульон. Типа супчика у нас будет. Оставим бульон. А, надо кашу пшеничную обязательно взять. Ее будем с бульоном. Четыре пятьдесятка за килограмм. Вот так. А вы знаете, под ноги я не стала делать. Не без гнета, да? Я старая, да. У меня молодая приятельница, у меня сыновая знакомая. Просто водой заливаешь, в интернет зайдешь. Я видел такое. Это быстрый рецепт называют. Нет, нет, нет. А я получается... У меня тоже без уксуса. У меня соль, сахар. Три дня под гнетом. А это в воде. Гнет достал, попрокалывал и вот... Она хрустит. Она просто в воде. А, надо... Ее потом воду сливаешь. Сливаете, да? Когда она... Три дня. И она хрустящая. О, попробуем. Спасибо. Попробуйте. Лук репчатый. На 6 рублей 78 копеек. Три луковицы здоровенных. И свекла на 3,77. В общем, ребят, плюс-минус у меня рубль 33. Там рубль 30 остался. Тут раздают. Йогурты, йогурты раздают. Давайте возьмем. А при покупке пяти мы дарим вот такие. Покупайте, нам не понравится. А можно мне творога чуть-чуть попробовать? Какой бы вы хотели. Есть творог зерняный. Давайте с черникой. Да, творог зерняный состоит из молока и закваски. Спасибо, спасибо. Я за два укуса это все съел. Очень вкусно. Очень рада, что вам нравится. Приобретайте наш товар и участвуйте у нас в акции. Спасибо. Хорошего дня вам. Спасибо. Давайте посмотрим. Два килограмма за 10 рублей. О, 2400. На 400 грамм нам больше наложили. За это спасибо. И пакетик бесплатный. Я люблю Москву. Рваны. Друзья, время 4 часа 15 минут. Мы только кушать готовим. Вот, залили водой. Мы хотим получить вкуснейший бульон. Вот эти кости. Может, помыть их надо все-таки. Вообще, как бы мясо повара говорят не мыть. А то микробов больше останется у вас в этом. Вот так. Вот так. Даже куски мяса есть, ребят. О, не вырезали все. Однако. Перцы кинул. Давайте соли. Раз. Одну чайную ложку. И лавровый лист. Все. Пусть сейчас закипит. И на медленном огне, так как эта крупа долго варится, наверное, час будем томить. Ребят, у меня вопрос стоит. Надо ли с бульона вот эту вот херню снимать? Вот эту пену? Я вот не знаю, надо или нет. Может быть, у ней полезности много. А у нас выживание идет. А мы сам, так сказать, это белок свернувшийся вроде выходит. Или что это? А то мы самую вкуснятину сейчас выуживаем. Можно выключать. Сейчас достану кости отдельно. Посмотрите, я еще хочу типа супчика импровизированного сделать. Бульон слить и с зажарочкой его. Посмотрите, сколько мяса вышло. Ну, не мясо, костей. Надо наш бульон аккуратненько слить. Суп чуть-чуть свеженький кинем. И поджаренный сейчас закинем. Половинка лука вчерашнего у нас осталась. Смотрите, что с ним делаем. Тонко-тонко. Он нам сейчас еще понадобится. Мы весь будем обжаривать. А на чем обжаривать будем, как вы думаете? Верно, на этом сале. Вкусняшка. Сейчас самая топовая перловочка будет. Видите, вот этот кусок? Прям тоже его. Тут и миска чуть-чуть есть. Такие вот шкварочки должны получиться, ребят. Так, все, хоре. Хорошенечко это тоже обжарим. Собственно, ребят, вчера я прокалывал капусту. Потом опять ее. То есть, весь день я убрал гнет вчера. Весь день она была без гнета. Я ее прокалывал, чтобы газ вышел. Чтобы она не горчила. А женщина сегодня рассказала рецепт. Говорите, заливайте ее водой. А вода с этим, то есть, рассолом. И она вообще хрустящая. Сейчас проверим, это хрустящая. Остатки лука свежего сюда кидаем. И хитрость. Сахара вообще. Вот чуть-чуть сахара попробуйте. Еще бы, конечно, сюда, знаете, чего хорошо? Пахнущего масла и вот этого растительного, нерафинированного. И, 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 и клюковки. Ну-ка. Лучшая квашеная капуста. Вот и витамины подоспели. А! Тут у нас уже конкретная зажарка прет. Мы берем вот так. Сюда, в супец. Все, хватит. И перемешали. Посмотрите, какая мощная вещь получилась. Вкуснятина. Все, к столу. И хочу заметить, что ужина у меня не будет как такового. Божественно. Как это? АСМР? Капуска. Я прям чувствую, как витаминами насыщаюсь. Друзья, кто первый провел исследование, заметил и начал брать с собой в путешествие квашеную капусту, дабы бороться с СНБ. Давайте в каждом видео такие эрудить, эру, 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 эра. Тесты. Вот чем опасная тема костей, что тут осколки от этих костей очень острые. Интересно, это желудок может порезать или нет? Смотрите, сколько мяса. А я вот сегодня видел, женщина с мужчиной подошли и вот просто спросили, а можно взять пару косточек бесплатно? Им сказали, можно. По ним видно было, что им прям реально нужно это. Мясо тут нормально. То есть, по сути, вообще, ого, золотая жила. Смотрите. По сути, кости можно бесплатно брать. Еще говорят овощи в конце дня, иногда, типа, выставляют вот так, забирайте, кто хотите. Ну, теперь уже не кондишен. Слушайте, ну вот это вот блюдо топовое. Получается и не просто мясо тут, и даже сало нам попалось. Кусок. А кто любит мозги? В костях есть. Вот здесь надо быть крайне аккуратно. Тут какие-то поломанные кости. Это мясо, ребят. Куски мяса. Ты прикинь, прикинь, сколько тут мяса. Чего-то мясник зазевался. Так, вот этот кусочек на завтра оставлю. Вот это доедим. Скорбейкина увидела все это дело, говорит, может, ты не будешь есть. Да-да, я понимаю. Обед, тире, ужин. Время уже полседьмого. Это уже и мой и ужин, и обед. Вот, тогда встретимся с вами завтра. Не переключайтесь. Ну что, друзья, завтрак пятого дня. Тут у нас 68 грамм геркулеса на 2 рубля. Последнее яблоко у меня осталось. Сейчас я возьму 2 ложки крупы, сварю ее и с яблочком. Две ложки. Раз. Два. Вот столько яблока. Друзья, пятый день выживания. Открылось второе дыхание, как я это говорю. Сейчас мне вот даже утром показалось, что я могу прожить не 5 дней, а 10. Ну посмотрим, насколько у нас запасов хватит. У нас гороха очень много. Сегодня, кстати, на обед надо горохом подзаправиться. И горох. Я хочу немножко бульона нашего добавить, мясного, который мы вчера вываривали. С яблоком очень вкусно. У кого дача есть? Что в этом году случилось в Подмосковье? Во всем Подмосковье столько яблок уродилось. На дорогах валялись, люди не знали, что с ними делать. В поселке полные мусорные баки. Полный яблок были. Уже объявление написали, не выкидывайте яблоки сюда. Заказывали машину, вывозили там со всех участков. Хотели сдать в какую-то организацию, чтобы помогать детям или еще кому-то. Там начали какие-то, ой, нету сертификата на эту продукцию, еще что-то. Как все сложно в нашей стране. Санкционку давят. А, ну сейчас вроде хотят ее раздавать, наконец-то, людям. Вот, допустим, продукты. В ресторанах, в магазинах. Я знаю, что мне вот Габар рассказывал в этом. Братья Караваевы, раньше, когда продукция, ну, уже срок годности у нее там 12 часов, допустим. У тортов, выпечки, салатов. Но они еще нормальные, вообще абсолютно можно есть, все в холодильниках там хранится. Они раньше раздавали нищим. Оказывается, по закону это запрещено. Им потом штраф там что-то сделали, запретили. Почему нельзя вот продукты, которые тоже вот в магазинах, ну, срок годности подходит, там, хлеб, допустим. Да что с ним будет? Его можно есть еще. Йогурт. Производители же закладывают еще запас прочности. Вот йогурт просрочился, он еще, наверное, неделю его можно есть. Друзья, вот такой вот легкий завтрак пятого дня. Вы не переключайтесь, мы с вами встретимся на обеде. Ну что, наступило время обеда пятого дня. Сегодня будем делать на обед суп-пюре из белокочанной капусты. Берем картошину здоровенную, режем ее прям мелко-мелко, чтобы она быстро сварилась. Все, ребят, картофель помыт, промыт. Видите, водичка чистенькая. Ставим картошку вариться, вот этот картофель я пожарю на второе себе. И режем ее мелко. Итого у нас осталось 2,5 луковицы из трех. Так можно и пальцы отрезать. Правильно, там есть секрет же, как лук резать. Забыл я, чему обломов учил меня. Половину берем на зажарку. Морковку на терке. На сковородку чуть-чуть кидаем жира с костей. У нас же там костей очень много осталось. Вот чуть-чуть жира срезали на сковородку. Это вареные кости. Вот вчера у нас одно оставалось. Ну, я-то думал, оно все из мяса. Но это какие-то... В общем, сейчас распотрошим. Из этого я хочу, чтобы картофель у нас с мясом был, ребят. Жареная картоха с мясом. Я думаю, это топовая тема. Помельче порежем, чтобы картошечка так хорошенечко перемешалась. Блин, тут, конечно, не прям мясо, знаете, а вот такое как-то. Типа немножко то ли хрящи, то ли вот жилы какие-то. Вот, как-то так. Все, картофель наш кипит. А это значит... Капусту нашу. Мелко шинкуем. И закидываем туда сразу. О, супа на два дня получится пюре. Все. Помните, вчера мы бульон делали? Вот смотрите, насколько он жирный. Вот этот жир в суп-пюре кидаем. Это вообще вкуснятина самое. С костей, который выварился. Осадок вот этот выкидываем. Это от каши осадок. Поджарили вот это дело на сале. Сюда вылили бульон с жиром. Чтобы прям он вкусный был, насыщенный. Я посолил пол чайной ложки. Не знаю, хватит, нет. Потом сейчас вот сейчас поварится минут еще 10. И зажарку кидаем. Пару минут и блендером блендерим. По сто ли самый раз. Если мало будет, потом себе посолю просто отдельно. Вроде что-то жарится. Все. Закидываем мясо. Слушай, нормальное количество мяса с костей выходит. Если их еще и бесплатно где-то можно на рынках доставать. Вот мы тогда с Искоборовским на рынке бесплатно кости взяли. Но было лето. Пока мы их довезли, у меня в машине жара. Каким-то образом там вылупились. Ладно, не к столу сказано. Не буду говорить. Ужас там произошел. Блендером блендерим, а бульон добавим. Сразу-сразу. Раз. Два. Таких три добрых половника. Все. Друзья, я взял еще квашеной капусты. Сюда сейчас мелко порезанного. О, квашеная капуста вкуснейшая. Хочешь, скоробей, попробовать квашеную капусту? Почему? Потому что я плюс сладкая. А? Чуть-чуть соли не хватает. Давайте, друзья, ставим ставки. Сколько я продержу с ней. А так очень достойно вышел суп-пюре. Вообще, супы-пюре это тема. Грубо говоря, чтобы мы приготовили из лука, капусты, морковки и картофеля. Ну, так себе, да, супец? А тут Такой нажористый суп вышел. О! Картошка с мясом удачно вышла. Спины курячие в Ашане сейчас по 75 рублей продают. Лучше костей на рынке по 5 рублей взять. А, иногда бесплатно. Вроде после обеда сразу пить нельзя. Ну, да ладно, хочется. Друзья, не переключайтесь, встретимся с вами на ужине. Две чайные... Ой, две столовые ложки большие. У меня, кстати, оказывается, есть столовые ложки большие. Вот, в общем, две столовые ложки гречки. Главное, чтобы камней не было, как завещал яиц Коборовский. Так, друзья, смотрите, как сейчас делаем. Гречка наша почти уже сварилась. Вот немного яблока сейчас я порежу. Этот кусок оставим на утро. Это последнее мое яблоко, больше у меня яблок нет. Сейчас вот порежу его мелко-мелко. Вот так порезали, да? И закидываем, чтобы гречка пропиталась просто яблоком. В общем, я тут уже компьютер притащил. Веб-камеру. Готовлюсь к стриму, настраивал пока. Вы знаете, очень вкусно получилось. Я любил гречу с молоком. Ну что, друзья, я буду ужинать, подключаться на стрим. А вы, тем временем, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, то есть лайки. Пишите в комментариях идеи новых видео, идеи выживаний. И встретимся с вами совсем скоро.